Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной новой торговой недели. Как и всегда, после выходных, надеюсь, тоже традиционно хорошим, правильным, бодрым расположением духа и с хорошим настроением, мы возвращаемся на наши старые добрые спекуляции на финансовых площадках, следим за новостями, за фундаментом, следим за теми релизами статистическими, которые впереди, готовимся к ним и корректируем при необходимости наши инвестиционные идеи, которые носят долгосрочный характер. Вот первый раз за очень долгий промежуток времени у меня есть возможность начать наш первый брифинг недели с констатации того факта, что доллар наконец-таки растет. И этот рост, да, мы еще не добрались до планки в 115 иен против доллара, но согласитесь, что мы сегодня уже тестировали сопротивление в 114 иен. Это серьезный прогресс, учитывая, где американская валюта против иены котировалась неделю назад, месяц назад и так далее. Доллар набирает обороты, вдоль всего рынка оказывает соответствующий пресс на своих основных конкурентов, пользуется максимум сейчас фундаментальной поддержки. И что-то подсказывает мне, что потенциал еще большего роста сохраняется. Почему? Потому что мы готовимся с вами к очень результативному для доллара завершению 2017 года, поскольку у нас в декабре, как показывает, опять же, оценка данных PetWatch, фьючерсных контрактов, все-таки будет решение по росту ставок. Да, его могут и не обозначить как таковое, перенеся на более поздний период. Но если верить сейчас настроениям, которые присутствуют, если верить рыночному позиционированию и доверять тому, что было озвучено уже самим американским регулятором, ставку снова повысит в декабре. То есть это будет уже третье повышение в этом году. Плюс ко всему, налоговая реформа, которая была обещана нами еще чуть ли не в начале 2017 года, потом мы поставили на фоне бездействия Трампа эти ожидания на паузу, сейчас ситуация сдвинулась в мертвой точке, потому что, как вы знаете, одним из основных триггеров роста доллара выступило, собственно, последнее решение Сената, которое утвердили федеральный бюджет на 2018 год, сумма колоссальная. И фактически те расходы, которые планируются, опять же, провести в предстоящем финансовом году, это расходы рассчитывают нам полагать, что налоговая реформа будет реализована. То есть сейчас, как никогда, у этого еще одного мощного стимула роста доллара есть очень высокая вероятность реализации. И мы, будучи традиционными оптимистами в отношении доллара, сейчас, наконец-таки, видите, как он растет, не должны вот на финишной прямой сейчас отказываться от прежних наших взглядов. Напротив, нужно додавить эту пару, затащить ее повыше и попробовать под конец года, перед новогодними праздниками, наконец-таки, заработать на долларе. Я надеюсь, друзья, нам это удастся. Ну, хорошо. Будем мы с вами говорить и дальше фактически каждый день о долларе. Это неизменный сценарий, потому что доллар у нас один из основных триггеров для всего финансового рынка. И правильно, что мы уделяем ему достаточно много внимания. Ну, а сегодня давайте по старинке, по уже сложившейся, многолетней нашей традиции начнем брифинг с анализа рынка нефти. Клосс по бренду недели, пятница 57.24, сейчас мы снова растем, 57.66. Вот-вот будет протестировано сопротивление 58, я по-прежнему настаиваю на том, что БКИ все-таки смогут собраться, чтобы додавить этот бренд до отметки в 60 долларов за бар. Почему? Потому что тот новостной фон, который уже затащил этот инструмент о многонедельных, многомесячных максимумах, это фон, связанный с геополитическими рисками. С одной стороны, это эскалация напряженности между Ираком и Курдистаном, с другой стороны, это вновь подтвержденные факты роста напряженности отношений США с Ираном. Помимо этого, следим за статистикой, за комментариями со стороны представителей ОПЕК. В данном случае у нас завершение прошлой недели совпало с очень напыщенной, такой речью генерального секретаря ОПЕК Баркинда, который снова говорил в исключительно оптимистичных тонах о том, что на текущий момент усилия регионов, которые, стран-участников энергетического пакта, направленные на сокращение предложения производства для потенциальной реабилансировки рынка, эти усилия начинают приносить свои плоды, эти усилия реализуются гораздо быстрее, скажем, по этой прогрессии, чем планировалось ранее, и рынок движется к своему балансовому состоянию. Но я сразу хочу сказать, друзья, что если вернуться к фактам статистическим, если реально говорить по цифрам, то немного преувеличена вот эта напыщенность Баркинда. Мы прекрасно знаем, что до баланса еще очень и очень далеко, и вряд ли он будет достигнут вообще с учетом тех действий, которые предпринимаются участниками соглашения по снижению добычи. Однако нельзя не реагировать на те локальные тенденции, которые сейчас прослеживаются на рынке нефти. Эти локальные тенденции указывают на то, что бренд и WTI действительно заряжены еще на демонстрацию какого-то импульса роста, расстрела наверх. Это, возможно, эти важные сопротивления, которые мы уже ранее обозначили, это по бренду 60 долларов за баррель. Что касается WTI, ну, думаю, это 54-55 долларов за баррель. Основной фактор роста актива — это все-таки ситуация между Ираком и Курдистаном, потому что это очевидный конфликт, это очевидная конфронтация, это столкновение, собственно, скажем, действующей армии иракской с представителями, уже руководствуясь результатами референдума независимого Курдистана. Именно, собственно, этот референдум и стал причиной роста серьезной конфронтации. Сейчас под угрозой поставок, учитывая то, что речь идет о Курдистане, это больше 600 тысяч баррелей в сутки, понятно, что рынок реагирует на это. Мы помним, что на прошлой неделе были такие успокаивающие тона о том, что иракская армия взяла под контроль, в том числе и провинцию Киркута, основной нефтедобывающий регион, и обезопасила всю нефтяную инфраструктуру. Однако, вот последние заголовки указывают на то, что и Курды оказывают мощное сопротивление, и вполне возможно, может быть, еще не докатились, опять же, до нас новости и сообщения, может быть, даже им удалось снова перехватить инициативу. Поэтому не стоит пока что обращать внимание на обещание того же самого Ирака о том, что глобальным поставкам ничего не угрожает. Если взвесить все заявки против и принять, иметь в виду то, что речь идет о Ближнем Востоке, речь идет о постоянных конфликтах и факте изменения инициативы, переход от одной стороны к другой, можно предположить то, что все-таки определенная часть вот этих основных экспортных поставок, которые идут с территории Ирака, второго повреждения производителя ОПЕКа, находится под угрозой. И это сейчас не стоит пускать из вида, поскольку уверен, что мы сегодня уже растем только по той причине, что все-таки курды оказывают мощное сопротивление. Поэтому, друзья, эту тему, как бы нам не хотелось, пока что закрывать не стоит. Ближний Восточный информационный фон остается основным катализатором для движения нефти. Да, есть еще и медвежий сигнал о том, что мы вступаем в сезон низкого спроса на топливо. Мы вступаем в сезон, когда нефтеперерабатывающие заводы США будут закрываться на профилактические работы. Это классика для данного периода. Соответственно, это скажется на показателях запасов, может привести к определенной ценовой динамике, опять же, в том числе и не в пользу покупателей. Но это, да, это фон, на который стоит обращать внимание. Но все-таки он не может сейчас соперничать с Ближним Востоком, который позволяет нам говорить о том, что под угрозой поставок сейчас на глобальном рынке улевдородов больше даже полутора миллионов баррелей в суд. Если уже говорить и про Иран в том числе. Соответственно, друзья, мы ждем 60 долларов за баррель. Я уверен, что, вероятно, даже на этой неделе быки смогут снова перехватить инициативу у медведей и затащить к этому локальному сопротивлению цены. Однако, по мере тестирования 60 долларов за баррель уже начнут преобладать разговоры о том, что такие котировки крайне выгодны для американских сланцевых производителей. Это те самые котировки, которые позволят вновь столкнуться с таким понятием нам, как трейдерам, сланцевый бум в США. Он, между прочим, и не прекращался. Поэтому мы имеем в виду и понимаем, что есть и факторы, сдерживающие рост цен на нефть, но при этом нельзя не руководствоваться текущей реальностью, указывающей на то, что импульс роста еще не сядет. Поэтому ждем 60, а потом уже вместе с вами будем готовиться основа к продажам и к тому, что год 2017 будет закрыт нефтянка на гораздо более низких ценовых значениях. Рубль 57,49. Ситуация практически ни грамма не изменилась с прошлой недели, да и не только сейчас, вообще уже за последние многомесячные наблюдения, которые мы с вами проводим, действительно корреляция восстановилась с нефтянкой. И здесь не нужно быть 7,5 в обо, чтобы понять, насколько влажен экспортный ресурс нефт для российской экономики, соответственно, насколько определяющее воздействие этот актив оказывает на рубль. У нас, как я уже отметил, пока что ожидание бычей по нефти, по рублю, ну, вряд ли мы сможем оказаться гораздо ниже. Если это и будет локальный всплеск интереса к рублю, он будет непродолжительным, потому что все-таки нужно, нельзя забывать про вот эти параллели, которые я уже неоднократно проводил, связанные с показателями достаточности бюджета и теми действиями, которые предпринимаются монетарными властями, чтобы определять конкретную минимальную рублевую стоимость для барреля нефти. И эта минимальная рублевая стоимость барреля нефти говорит о том, что ниже 57 баррель мы, если увидим, то на очень короткий промежуток времени. Дальше идем. Доллар японская иена. В четверг вроде бы как и снова обращила, испортила нам настроение американская валюта, когда стала корректироваться вниз, однако в пятницу последовала полная реабилитация. Я думаю, что это отголоски еще. И выхода сильных данных по заявкам на пособие по безработице 222 тысячи обращений всего лишь с 244 тысячи, минимальное значение с марта 73-го года. Но здесь маленькая ремарочка заключается в том, что, скорее всего, статистика не такая классная на самом деле. Я думаю, что реальный показатель по заявкам сейчас ближе к 250 тысячам, потому что если мы посмотрим на ряд регионов, пострадавших от ураганов Харви и Ирма, в основном это даже от Порта-Рика, там количество заявок аномально низкое. Это говорит о том, что, видимо, есть какие-то последствия вот этих стихийных бедствий, которые пока что не дают обратить внимание на объективные показатели. Но очень, скажем, уже стабильно постоянные перебои с электроснабжением, поэтому статистика сейчас ведется, накапливается на бумажных носителях. Не вся информация в должном виде передается непосредственно в сами правительственные статистические центры. Поэтому погрешность, она, безусловно, имеет сейчас место быть. Но даже если бы мы сейчас говорили о показателе с его заявками, 250 тысяч, это все равно цифра, которая указывает на сохранение прогресса в рамках американского рынка труда. Сенат США утвердил проект бюджета на 2018 год. Я про это уже сказал в начале брифинга. Значит, готовимся к тому, что Министерство финансов сможет прокатить реформу до конца 2017 года. Ну, может быть, это несколько даже преувеличенные ожидания по сроку, потому что что-то остается два месяца. Но, опять же, не нужно переставать сейчас быть оптимистами в отношении доллара, тем более, что появился наконец-таки свет в конце туннеля, зеленый свет светофора для этого реформы. И если уж доллар так активно реагировал на то, что на эти новости, на этот новостной фонд конца прошлой недели, значит, нужно пока что пользоваться локальным интересом к доллару. И нужно нашими, в том числе, депозитами и капиталами оказывать хоть какую-то поддержку дополнительную доллару. Помимо наших вербальных ожиданий, наших интервенций мысленных, которые мы проводим в отношении этого актива. Также хочу отметить, друзья, то, что в это воскресенье пошли парламентские выборы в Японии. Как и ожидалось, безоговорочная победа партии власти, текущая это партия Синза Абе. Я не сомневаюсь в том, что на предстоящих выборах уже непосредственно премьер-министра, по-моему, они пройдут в следующем, на ноябре, ему удастся снова удержать с собой полномочия премьер-министра и сохранить пост на последующие три года, то есть до 2021 года. Если Синза Абе по-прежнему у руля, это уже как факт, значит, политика Банка Японии будет оставаться исключительно мягкой, может быть, даже еще более агрессивной станет со временем, а, следовательно, у нас есть возможность снова говорить о контрасте тех режимов, которые проводятся ПРСом и Банком Японии. То есть благодаря выборам сегодня мы видели открытие пары торгов в неделе с ГЭПом, мы видели и локальный максимум 114 с небольшим, сейчас, правда, доллар уже скорректировался, 113.73, но запал для еще большего роста сохраняется, друзья. Этот импульс должен еще реализоваться и, соответственно, привести пару выше отметки 114 евро против доллара. На этой неделе нас ожидает несколько интересных, важных отчетов, чего стоят только одни годовые данные по ОВП в пятницу, так же, как и индекс основных расходов на потребление, то есть демонстрация потребительского спроса. Я советую вам еще раз обратить внимание на последние отчеты по росту заработных вклад и розницы. Вы поймете, что есть все-таки хорошее ожидание, потому что статистика не разочарует и есть шансы на то, что вероятность декабрьского повышения процентной ставки станет еще выше. Плюс ко всему мы по-прежнему следим за эпопеей, которая касается того, кто же станет преемником Джанна Фиккиейна. Соответственно, я, как и всегда, обещаю держать вас в курсе. Будут новости, первыми вы о них узнаете. Но пока посреди наиболее вероятных кандидатов это те представители ФРС, которые лоббируют исключительно взгляды жесткой монетарной политики. Это никак не противоречит нашему с вами долгосрочному прогнозу более дорогого доллара. Евро против американца. Здесь собственные политические риски, начиная от взаимных угроз, собственно, со стороны лидера о Каталонии Пучдемона, который грозится, либо просто сообщает, опять же, о готовности принять декларацию независимости. В свою очередь, испанское правительство тут же парирует это готовностью инициировать 155-ю статью Конституции, которая позволит центральному правительству лишить Каталонию статуса независимости. То есть это взаимные упреки, которые мы слышали и наблюдали с вами еще две недели назад. В целом ситуацию не меняется. Единственное, что каждые несколько дней удается выиграть время. И вот снова вопрос принятия декларации независимости был перенесен на эту неделю. Поэтому все те риски, с которыми мы работали раньше, они просто перекочевали на текущую неделю предстоящие торговые сутки. Поэтому перекочевали вместе с этими рисками ожидание того, что евро может оказаться под еще большим давлением. Я снова повторяю, друзья, как бы мне не хотелось отмечать факт неизбежности вот этих локальных волнений, которые могут случиться, скорее всего, они действительно произойдут. Это локальные столкновения, стачки, это демонстрация недовольства, протесты, которые непременно пройдут и, скажем так, в Испании. Это может оказать очень серьезное давление на евро, тем более, что и сейчас европейская валюта на отметке 1,1766. Помимо этого, не забывайте о том, что в этот четверг нас ждет заседание Европейского центрального банка. Очень много сейчас оптимистов, верящих в то, что евро будет расти вслед за этим событием, потому что, полагаю, в ходе именно этого предстоящего заседания Драги анонсирует сокращение программы количественного смягчения. Я полагаю, что вряд ли это случится, потому что проблема-то, связанная с инфляцией, как и раньше, она остается актуальной. И если индекс потребительских цен до сих пор не нащупал какого-то импульса, говорящего о том, что этот показатель может вырасти основанием, то есть сохраняющегося, я думаю, то, что и Европейский центральный банк также не будет торопиться. Значит, политика будет исключительно мягкой, и если оптимисты будут вынуждены, разочарованы уже в этот четверг, тогда европейская валюта сможет закрыть неделю даже в районе 1.15 или ниже. Дополнительное, скажем, внимание к этой валютной паре сейчас должно быть со стороны тех, кто несколько с преувеличенными рисками торгует евро, веря в то, что этот актив вырастет. Только подумайте, к чему может привести, опять же, коррекция евро против американца на 1,5-2 фигуры. Взвесьте снова все за и против и примите решение, какие аргументы являются более для вас определяющими и интересными. Аргументы в пользу покупок евро, либо в пользу продаж. Мое субъективное мнение, все-таки продажи остаются более интересными. Фунт против американца. Родничные продажи, которые вышли у нас в четверг по статистике, 1,2% в годовом выражении со 2,3%, это даже минимум за последние 3-4 года уж точно. Месячное выражение снова просело, минус 0,8% очень плохой отчет. Соответственно, снижение ручных продаж, как демонстрация славы потребительской активности, еще один сигнал того, что нужно что-то менять с показателем инфляции. Если что-то и делать, так это корректировать процентный став. Вот как раз именно в расчете на то, что оставки могут повысить, я и предложил вам еще две недели назад торговать сейчас пунктом через рост актива. Помимо этого, поддержку фунту могут оказать и последние комментарии, где, собственно, уже оказали Тереза Мэй, которая в ходе своего выступления в Брюсселе весьма оптимистично высказалась о возможности определенных договоренностей, которые могут быть достигнуты по вопросу Brexit уже к декабрю. И очень много она говорила, кстати, про фискальные обязательства, которые, скорее всего, в Англии будут приняты и погашены. Сумма, опять же, не оглашалась и не называлась. В эту среду, в эти данные по УВП Англии, посмотрим на этот отчет, хотя в статистике я уже давно расчаровался. И в целом, как и раньше было отмечено, любой слабый отчет сейчас будет лишь восприниматься в качестве потенциальной предпосылки для ужесточения политики, потому что повышение процентной ставки, оно продиктовано только одним, катастрофически высокой инфляции, которая вышла за пределы 3% и на фоне снижения роста, темпов роста заработных плат, реально угрожает еще большему спаду активности потребителей и таким же слабым темпом экономического роста. Либо Англия и Банк Англии Карми допускает и признает, что ничего уже изменить нельзя, нужно ждать каких-то естественных механизмов и естественного роста фунта, либо мы все-таки получим проявление решительности со стороны британского регулятора и хотя бы в формате постоянных обещаний либо обозначении высокой вероятности повышения процентной ставки получим правильную реакцию трейдеров на то, что раз это неизбежно, значит можно уже покупать пару, покупать фунт не только против доллара, а против всех основных конкурентов в расчете на как раз нормализацию денежного кредитного курса и ужесточение политики. Новозеландец, мне кажется, даже один из самых главных аутсайдеров по прошлой неделе связан, это было с появившимися на рынке сообщениями, которые уже подтверждены, о том, что после выборов, как вы помните, когда ни одна из партий не набрала необходимого большинства, они стали формировать коллекционное правительство, искать опять же союзников и вот сейчас это коллекционное правительство, можно сказать, уже во власти лейбористов. Это партия первых, скажем так, и рабочая партия Новой Зеландии. Если лейбористы у руля, значит мы готовимся к еще более агрессивным экономическим стимулам, более мощным денежным вливанием и, по крайней мере, сохранением низкой процентной ставки. Как раз именно эти ожидания стали причиной резкого обвала Новой Зеландца. А в столице пока более-менее держится. Сейчас котировки этой пары против доллара 0.78.22, но думаю, что мы также очень скоро уверенно закрепимся ниже отметки 0.78. Что касается Новой Зеландца, друзья, ну тут уже выполнена программа максимум. Я думаю, что мы можем оставить в покое сейчас этот дуэт активов, поскольку неплохо заработали на Новой Зеландце. S&P очередной исторический максимум результата квартальной деятельности хозяйственных деятельностей компании. Первые более-менее мощные позитивные сигналы по налоговой реформе тоже способствовали росту этого аксила. Но, опять же, я традиционно уже больше месяца вижу хорошие шансы, пусть пока еще и не подтверждены фундаментально, шансы подтвержденные только лишь такими историческими параллелями, которые я проводил уже неоднократно для вас, о том, что текущие котировки являются, ну уж очень серьезно завышенными, может быть, американская фондовая секция серьезно перекуплена, и лично я рассчитываю на то, что коррекция произойдет уже в самое ближайшее время, и готовлюсь, опять же, к мощной игре на понижение. Доллар канадец. На прошлой неделе в пятницу вышел целый блок статистики. Роничные продажи, они, правда, плохие, разочаровали это самое глубокое снижение, самый плохой релиз, по-моему, с ноября 2015 года. Минус 0,3%, со прошлого рост 0,4%. Ну вот данные по инфляции, здесь позитив, прогресс 1,6, есть в годовом выражении с 1,4%, и в месячном у нас плюс 0,1% до 0,2%. Соответственно, сейчас, как бы мне не хотелось поставить на то, что опара USDCAD будет расти, потому что есть мощный импульс, который мы видим реализуется в плане усиления, укрепления позиций долларом. Я хочу напомнить вам, что в эту среду мы ждем решения Банка Канады по процентной ставке. Сколько раз он уже, такой термин, трейдерски опрокидывал участников рынка, это уже дважды в этом году, не хочется снова попасть в просаг, поэтому, друзья, если торговать сейчас парой USDCAD, то думаю, что с большим интересом даже к продаже, потому что Банк Канады может снова сослаться на то, что растет инфляция, а значит, есть возможность дальше придерживаться политики более высоких процентных ставок. Вот если эту среду мы с вами переживем на более-менее сопоставимых котировках и значениях с текущими уровнями, 1.25, 1.26, тогда уже будем совместными усилиями искать те ценовые значения, с которых пару можно будет на долгосрок покупать. Но пока что короткая позиция в большем приоритете. Из важных событий сегодняшнего дня в 10.00, то есть через 6 минут, у нас выступление Питера Пратта, главного экономиста Европейского Центрального Банка, традиционно можно рассчитывать на небольшой прессинг для Евро со стороны его мягких классических высказываний. Но уже часто мы и много слышали за последние три недели, Питера Пратта точно ничего интересного и нового не скажет, поэтому допускаю, что его выступление в этот раз будет полностью проигнорировано. Ждем, соответственно, четверг, настрой и ожидания понятны. Соответственно, ближе к четвергу мы будем готовиться и следить за тем, как настроения на рынке меняются. Я буду рассказывать вам о всем самым интересном, что происходит на площадке. Буду держать вас в курсе. Не забывайте, друзья, что сегодня в 16.30 состоится еще наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз поговорим о составных событиях прошлой недели. Также не забывайте о том, что у вас есть возможность оставлять ваши вопросы, комментарии на канале на YouTube, на нашем канале о маркетсе, подписывайтесь на него, оставляйте. Помимо вопросов, конечно же, лайки, за которые всем вам, друзья, большое спасибо, потому что лайков становится все больше и больше. Приятно осознавать то, что контент вам полезен, вы в курсе тех новостей, которые происходят, и что-то используйте, чтобы из-за того, о чем говорится, то, чтобы повысить результативность и эффективность ваших торговых решений. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. Текущей торговой сессии увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перескоп. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok